Опять тут начались игощи. Крысина. Котячий. Она причем прям лезет к ним играться. Лезет к ним. Василиска не поймет, что от нее надо опухлить. Вполне себе. Хвостик, хвостик. Интересно. Конечно, своего нет хвоста. Крысина ему лезет. Нашла себе друзей. Ну что, мысли, вот это ребенок. Ну все, они научились забираться. По крайней мере, часть из них. Чудо, это Алисе. Ой, котеночек. Они уже почти догнали Василиску. Банда на туалете. Кстати, некоторые котята начали в этот туалет ходить. Что удивительно для меня. Ну что вы тут? Особо выдающиеся, пожалуйста, покажите тут. Розвенька особо выдающиеся. Девчонка. В туалет туда ходят все время теперь. В туалете пошли. Что вы тут сели? Они уже везде. Упал. Ты там нормально, да? Все хорошо у тебя? Ой. Ой. Что творится? Тебе нормально, удобно здесь умываться? Красавец. Это которые, их два темных. Вот этот один из самых темных. И он с голубыми глазами будет. Один, получается, который с перчаточками. Он с обычными глазами. А этот с голубыми. Ай. Уже видно. Смотрите, какие яркие. То есть у них прямо они такие сильно ярче. Просто нереально темные. Очень красиво будут яркие. Ай. Ты с голубыми глазами. Чудо будет. А это чудо у нас разноглазое будет. А это? Сейчас вам вряд ли будет видно на телефоне. Но это чудо разноглазое. Вот этот глазик у него обычный, а вот этот голубой. Ну вот это, походу, будет с обычными глазами. Вон видно сейчас на свету. В общем, в чем суть? Я понимаю, что здесь многие пишут в комментариях. Я вижу, что пишут в комментариях, типа, что вот, а некоторым месяцем глаза перецветут. Тут прикол в другом. Это там не мои додумки. Их папа, лорд, он с голубым геном. С геном голубых глаз. Это относительно новая история у мейн-кунов. Ну, выводили ее лет десять через алтайскую породу. А закрепили, по-моему, ну, лет пять назад. Или года четыре даже назад ее закрепили. Точнее, ее признали и допустили в породе. Естественно, все скрещивания перед этим тоже подтверждались в федерации. Потому что можно было сделать просто взять сиамку и покрыть на окуна. И на сиамском окрасе был бы мейн-кун с голубыми глазами. Но у мейн-кунов запрещен сиамский окрас в породе. Поэтому там долгий был путь. И эти котята действительно останутся с голубыми глазами, часть из них. То есть это ген доминантный. И половина потомства будет, ну, от лорда, например, да. Половина потомства будет либо с голубыми глазами, либо разноглазые, как он. То есть один глаз голубой, а второй желтый, серый. Ну, стандартный окрас. Не сильно, вот у него голубой глаз будет. Это обычный глаз. А вторая половина потомства будет с обычными глазами. То есть это желтый, зеленый. Ну, все, что стандартно у кунов обычно. Так что у них они не перецветут с возрастом. Они будут чуть-чуть меняться. Сейчас будет видно, вот, Василечка, вот, она голубоглазая, но вот в возрасте двух месяцев они чуть-чуть уходят в серый, потом опять возвращаются в голубой. Вот этот товарищ, походу, будет с обычными глазами. Ну, вот этот, как уже сказала, с двумя разными глазами. Они все покушали, не обращайте меня ни чумазы, они только, только что покушали. Они влажный корм ели, сейчас все вылизываются, сидят. Пылесос убирается, все это, забрались тут после еды, нежатся. Мамы их, вон, вылизывают, они всех почти из-за изюкались, хотя уже сами вылизываются, но, понятное дело, что не идеально. Осторожней! Я могу поднимать. Не надо, надо, ну, сам, если захочешь, поднимется. Там все хорошо, они уже большие, оп, мать, сейчас возьмет. Туда, да, решила его. Да. Итак, у нас сейчас глобальная пересадка будет. Всех моих гигантов, более большие горшки. Большие совсем. Вот, ну и тех, кто просто вырос из своих горшков, вот этих нужно более большие, и, соответственно, тут перетасовка будет. Хочу аллоказию, которую зебрина, объединить с более мелкой, чтобы пушнее куст был. В мире джунглей ты? Да. Красотка. Такие они, конечно, лопухи повырастали. Я даже не заметила, они, кажется, такие маленькие, до сих пор сейчас перенесла сюда, и заметно. Помощники, один готов. Причем, он только недавно давал новый лист, вот этот, и из него он уже идет. Подкормила их, и все, и сразу. Такой гигант, вообще. Красавец. Сейчас будем этого гиганта, я его вообще на авито брала, и так вырос быстро, даже не заметила. Лопухи такие. Да, дай, покажу корневую систему. Просто шикарно. Выросла длинная. Вон. Итак, закончили мы с пересадкой. Огромные горшки вообще любовь, потому что Монстера уже была готова разорвать предыдущий горшок. Эти теперь высокие, я могу поставить спальню между кроватями, будет удобно. В общем, безумная красота. Я в описании, чтобы вы долго не искали, оставлю артикул на один из горшков, а дальше уже через один там горшок. Могу на несколько оставить, вы сможете уже в магазин перейти и найти, собственно, горшки, которые вас интересуют. Очень крутые. У меня раньше был тоже на 5 литров, но другого дизайна горшок. Этот дизайн ему много больше нравится, то, что он больше подходит под мой дом и под остальные горшки. В общем, такая красота получилась. Фишка, конечно, всего этого, что здесь еще автополив. Видите, здесь видно, сколько осталось, сколько не осталось воды. Здесь немножко я перелила, но ничего страшного, Алаказия, я знаю, мне простит. В общем, вот такая красота. Ну и вот эти огромные в горшке. У меня Витюшка Монстера большая. И там еще ей место приличненько прям есть. Ну и под Алаказию тоже. Это как крыса выбирает человека. Она уже рать начинается с рождения. Уйти. Какое возмущение. О, это вообще милото. Очень милый сладкий такой. Вот сразу видно, парень, да, с детства просто. Только лижется это. Ой, это я не могу. Ой, так мило-мило, девочка. Брат и сестричка, это жрется? Да посмотри, у него даже выражение лица, по-моему, такое. А он такой тюфяк. Такая круглая морда, вообще капец. Мне кажется, он крупный будет парень. Ну что это такое? Она просто в ненависти к тебе. Она столько меня ненавидит, что просто... Ну что, Машечка. Мне нравится там мать без комплексов. Ну ладно, забрали детей, я пожру, пожалуй. Сухарик. А кто это тут у нас? Ника, вот объясни, как так вы здесь остались, дверь закрыта, а? Артек тогда закрыл вас. Здравствуйте. Да. Молодые люди. Да. Мой сладкий кот. Позови девочка ко мне. А я думала, уже сам придет. Позови Матвей, Матвей скажи. Матвей. Блин, мне кажется, куны в этот раз придется брить. Что вообще какие-то это... Не получается даже подобраться мне, чтобы вычесать. Походу в этом году придется лысеньким походить чуть-чуть. Мам, у меня не получается. Хотя не люблю я эту историю. У меня не получается. Может быть, она не хочет. Смотрите, какая красивая Алиса. Ой, какая красивая Алиса. Прям вообще у него куктуны здесь. Вот ни одного моего куна таких проблем с шерстью нет. А у этого прям... Мама, можно меня в еночку позвать? Ну, он сам, если захочет прийти. Ник, Ник, ой, Ника. Матвей! Матвей! Кусать, сады, кусать. Сейчас соберем уже отсюда всю вот эту вот историю. Можно будет поилки-миски туда ставить, чтобы Матвей не дотягивался. И вообще красота будет. Матвей! Матвей, Матвей, Матвей! 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 Продолжение следует...